Свет в этом мире Вот кто ты наш Бог Вот кто ты наш Бог Вот кто ты наш Бог Бог сильный, Бог чудо творец Верный слов Свет в этом мире Вот наш Бог Вот кто ты наш Бог Свет в этом мире Свет в этом мире Наш Бог Вот кто ты наш Бог Слава и Мур. Бог си, Бог чудо твой, верный слон, свет в этом мире, наш Бог, вот кто ты наш Бог, вот кто ты наш Бог, вот кто ты наш Бог, дорогой любящий папочка, Отец наш Небесный, мы собрались здесь во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, воздать славу и хвалу Тебе, Отец, поблагодарить Тебя, Господь, что Ты даешь нам еще один Новый год, Ты даешь нам еще один шанс, и Ты, Господь, всегда искал ищешь, чтобы мы приблизились к Тебе, потому что в Тебе все наши благословения, Тебе все наши ответы и все источники наши в Тебе, Отец, прости нас за всякие неверия, страхи и сомнения прошлого года, мы сегодня вошли в Новый год, и мы хотим войти туда с доверием Тебе, с доверием Тебе, всех сфер нашей жизни, Отец, потому что Ты приготовил для нас самое лучшее, это от нас зависит, как мы это возьмем или не возьмем в этом году, Господь, я молюсь сейчас и благословляю весь Твой народ, который здесь стоит, я благословляю всех, кто сейчас в прямом эфире в Краснодаре, в Москве, в нашей церкви смотрят в онлайне, всех, кто потом войдет в прямой эфир и будут смотреть, я молюсь, Отец, чтобы Ты сейчас касался сердец людей, чтобы сердца людей, они были доброй почвой, чтобы они впитывали Твое Слово, чтобы они поняли Твою волю, что она благая, совершенная и угодная, в нем нет никакого негатива, в нем есть только да и аминь, в нем есть радость, мир, в нем есть успех, в нем есть победа, потому что Бог наш, Ты чудотворец, Ты любящий Отец, и Ты всемогущий Бог, и для Тебя нет ничего невозможного, ничего невозможного для Тебя нет, и сегодня, Господь, я молюсь, чтобы Ты дал, Боже, каждому откровение, которое ему нужно получить, чтобы народ ободрился, народ получил откровение, что все под Твоим контролем, все под Твоим контролем, даже когда нам кажется, что все потеряно, аллилуйя, мы благодарим за все Тебя, Дух Святой, я прошу во имя Иисуса Христа, раздели, раздай, говори через меня, я просто хочу быть сейчас человеком, через которого Ты говоришь со Своим народом, я смиряюсь пред Тобой, я благодарю Тебя за эту великую честь и привилегию стоять на этом месте и проповедовать Слово Твое. Во имя Иисуса Христа, за все Тебе слава, честь и хвала нашему любящему Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Воздайте Богу славу, аллилуйя. 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 Иисус достоин всей славы, всей хвалы, всего поклонения. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Дорогие братья и сестры, я вас поздравляю с днем рождения Иисуса Христа. Ему 2021 год. Воздайте славу Ему. Аллилуйя. Новый год. Благословенный год. Присаживайтесь в любви Божьей. Приветствуйте соседа. Если не знаете, как его зовут, скажи, как тебя зовут, брат. Можете сказать, ты и я одной крови. Аллилуйя. Я приветствую всех, кто сейчас. Наши братья и сестер из Краснодара, из Москвы. Кто нас сейчас смотрит в онлайне, кто будет потом смотреть. Да благословит вас Господь. Я скоро буду, мы скоро увидимся. Но Сочи это особенная церковь в моем сердце. И она останется навсегда. Потому что впервые я стал пастором в этом городе. Впервые Бог меня призвал здесь. Недавно проезжали в Олимпийском. Вспомнил, как однажды, когда я сказал Богу, Господь, почему я должен быть пастором? Я хочу быть просто бизнесменом. Я просто, знаете, была группа людей, они сейчас здесь тоже. Мы ходили, не знали, что делать дальше. Где же найти пастора? И Господь сказал, паси моих овец. Вы знаете, это слово навсегда вошло в мой разум. Я понял, что всю мою жизнь я должен служить людям. Это прекрасное благословение, прекрасное откровение, когда ты понимаешь, что ты должен служить людям. Великая честь и привилегия служить людям. Вы знаете, это великая честь и привилегия служить людям. Многие просто не понимают, многие устают от служения. Многие думают, что какое-то это бремя. Но послушайте, служение Богу и людям, это великая честь и привилегия. Поэтому ты, если что-то делаешь сейчас, радуйся. Ты мог бы служить человеку, но ты служишь Богу. Служишь его детям, его сыновьям и дочерям. И вы знаете, с первых дней я очень сильно ревновал и до сих пор ревную о том, чтобы увидеть благословенное христианство. Благословенное христианство, благословенных божьих людей. Потому что, драгоценные мои, я хочу тебе сказать, что ты создан самим всемогущим Богом. Ты знаешь, кто ты такой вообще? Ты маленький Бог. Когда создал Бог Адама, написано, что ангелы путали, кто где Адам, где Бог. Вы поймите, Бог создал Адама как свой образ и подобие на земле. Ты не случайность, ты после Бога идет человек. Вы понимаете, что вы сильное, мощное творение. Но дело в том, что после грехопадения мы превратились в того, кого мы превратились. И сегодня у нас здесь колет, там колет, здесь болит, здесь мы хромаем, здесь денег не хватает, еще что-то. И мы чувствуем совсем не богами себя. Аминь. Но вопрос в том, что две тысячи лет назад Иисус Христос пришел восстановить потерянное. Он пришел восстановить человека и отношения с Богом. Восстановить, сделать первого Адама в тебе и во мне. Он пришел тебя здесь снова сильным. Он пришел тебя освободить от царства тьмы. Он пришел тебя освободить от всяких напряжений и дать тебе новую жизнь. Жизнь в избытке, жизнь в благословениях. И сегодня я буду говорить о благословении. Кому нравится это слово? Аллилуйя. Благословение. Хорошее слово. Вы знаете, благословение – хорошее слово. Благословен – тоже хорошо. Повернись в соседу и скажу, ты благословен. Вот пастор Олег у вас любит всегда, мне говорит, ты благословен и помазан. Мне нравится это слово. Скажи, ты благословен и помазан рядом стоящему. Аллилуйя. Здесь нету каких-то рабов. Здесь есть друзья Иисуса. Иисус сказал, я вас больше не называю рабами. Вы мои друзья, вы мои близкие. Вообще вы, мы братья. Представляете, одновременно мы братья Иисусу. Одновременно мы его друзья. Одновременно он наш учитель. Одновременно он наш отец. Одновременно он наш спаситель. Одновременно он наш Господь. Вы представляете, сколько вы Иисусе. Какой красивый Иисус. Какой прекрасен Иисус. И сегодня я хочу говорить о благословении. Кто хочет быть благословенным? По-настоящему. Вы знаете, я хочу сказать, дорогие друзья, есть наша часть. Вот я удивляюсь, когда христиане начинают говорить, все получено, все отдано, все уже расписано, отдано. Я хочу сказать да и аминь. Все отдано. Приветствую, дорогие сына. Все хорошо, все отдано, цена оплачена. Но поймите, дорогие мои, очень важное слово есть в Библии. Кто знает? Оно есть буквально от четырех букв. Если. Если. Вот знаете, мы так хотим, чтобы этого если вот убрали из Библии. Можно убрать если. Вы просто прийти, скажите, где выдают благословение. Давайте сюда. Жену, детей, финансы, здоровье. Все. Вот знаете, я вообще недавно думал и думаю, вот для меня быть благословенным значит следующее. Вот пять пунктов самых важных. Я вот считаю, что это благословение. Первое. Номер один. Иметь близкие отношения, общение с Богом. Есть? Номер один. Номер два. Жить отделенной жизнью для Бога. Номер два. Номер три. Побеждать болезни и быть здоровым. Быть здоровым. Это благословение. Преуспевать и побеждать в материальном. Аминь. И пятое. Рассчитать его царство, приводить его детей к нему. Вот если ты здоровый, близкий отношения с Богом, слышишь его голос, ты успешен в делах, ты благословен в здоровье, в семье, это все. Ты должен во всех сферах привести жизнь в порядок. Потому что Бог благословил. Я начал смотреть синонимы к слову благословения. Вот такие. Хочу чуть-чуть порадовать вас вначале, чтобы вы понимали. Но я буду говорить сегодня о цене. Дорогие мои друзья, нет ни одного человека, который без цены получил благословение. Я вам говорю, как христианин большим стажем. Я слежу, смотрю, читаю Библию. Нет ни одного человека, который благословился во всех сферах, но не отдав цену. И поэтому нам нужно понять, что это цена. Несколько синонимов к слову благословения. Благотворение. Послушайте, вот это все Бог к нам сделал уже, понимаете. Благотворение, напутствие, позволение, покровительство, изобилие, плодородие, дозволение, осенение. Представляете, всемогущий Бог однажды пришел в твою жизнь. Он пришел, благоволил к тебе. Он мог пройти рядом, но он благоволил тебе. Вы знаете, скажешь, а как это? До сих пор вот голову ломаю, как он ко мне благоволил, такому грешному. Вот до сих пор думаю. Знаете, наверное, когда с Иисусом поздно, когда говорят, что вы встретитесь с Богом, когда встретитесь, что вы скажете Ему? Я ему, знаете, что скажу? Скажу, слушай, как ты меня выбрал такого? Вот я помню, кто я был, но он меня выбрал такого. Это меня восхищает. Вы знаете, я понимаю, если он меня такого выбрал, это единственный ответ, это огромная его любовь. Огромная, вы знаете, я каждый день говорю, Господь, научи меня любить людей. Вы знаете, очень часто меня люди раздражают, очень часто я нервничаю, очень часто хочу на ком-то крест поставить, и когда рука идет, крест ставит, говорит, обратно. Я спускаю, говорю, я понял, Отец, я помню, откуда ты меня вывел. И каждый раз, когда ты хочешь на ком-то крест поставить, вспомни, откуда тебя вывел Иисус. Вспомни, какого, как ты полюбил Он. И вы знаете, нам нужно любить людей, аминь, дорогие мои друзья. Я, знаете, хочу сказать, что, дорогие мои, есть для того, чтобы получить благословение, есть время для подготовки. Я хочу об этом времени поговорить. Вам интересно это? Вы знаете, Бог готовит нас благословением. Он заинтересован благословить нас. У Него есть огромные благословения для нас. Аминь, мои дорогие. Вы знаете, если мы сейчас неправильно поймем это время, если мы неправильно будем поступать в это время, это время, во-первых, нам покажется проклятием, нам покажется, что это ужас я нахожусь, да? Кто сегодня ждет благословения? Вот сегодня может это время, пока ты ожидаешь, стать для тебя проклятым временем. Если ты неправильно будешь смотреть на это время, ты будешь в стрессе, депрессии. Доколе, Господь, доколе, когда же все закончится, а что? Вы знаете, ну можно понять, что же мне поступить, что хочет Бог. Ну, скажите, пожалуйста, Бог в любой момент может ответить. Вот видите, что не отвечает пока. Вы заметили, что Он не отвечает? Ты ждешь. И вы знаете, весь фокус в том, что Он все знает. Он может слышать одновременно всех 7-8 миллиардов людей на земле, но Он не отвечает, потому что идет подготовка твоя. Подготовка твоя и моя. Это время может стать благословением. Даже это время, я не говорю, что когда-то время может стать для тебя благословением. И ты можешь в это время стать кем-то очень сильным и мощным, именно тем, кем Бог тебя от начала сотворил. Вы представляете, Божье Слово говорит, что до того, как я тебя сотворил, я уже имел цель для тебя. Представляете, да, Бог сотворил, вот Олег Васильевич, Он имел цель для него. Он сказал, давайте сотворим человека, назовем Олег. Вот это Марина, его жена, это его путь, который должен пройти, это время, когда он должен со мной встретиться, и это то, что он должен всю жизнь сделать до конца жизни, а это время, когда я с ним встречусь в вечности. Вы представляете, все расписано. И вот мы, благодаря тому, что мы вышли из этого мира со всякими своими тараканами, со своими недостатками, Богу приходится задерживать благословение. И вот в это время Он с нами работает. Аминь. Скажите, время ожидания – благословенное время. Халилюя. Давайте увидим сегодня, что приносит в нашу жизнь время подготовки, и что нам делать наша часть. Первое. Номер один. Если ты ждешь давно уже, и ты не получаешь благословения, ты ждешь его. Бог хочет избавить тебя от недостатков. Скажи недостатки. Вы знаете, что у нас есть недостатки. Бог не может нас благословить, потому что недостатки помешают потом жить в этом благословении. Бог не хочет дать тебе жену, с которой ты через год разведешься. Он хочет, чтобы ты был готов к этой жене. Бог не хочет дать тебе деньги, которые тебе потом принесут головную боль. Бог отбирает у тебя иногда деньги, чтобы тебя подготовить. Он никогда тебя не оставит, не покинет. В Писании написано Иоанна 15, 1, 2. Это особенно касается тех, кто в воле Божьей. Послушайте, дорогие мои, я сразу хочу обозначить. Если ты сделал грех конкретный, и ты страдаешь, не говори, что это Божье испытание. Тебе нужно покаяться. Если ты живешь в явном грехе, не говори, что я жду благословения. Сразу хочу обозначить. Я говорю, что когда, знаете, помните, кто смотрел Кавказскую пленницу? Когда вот Саахов зашел, красиво, шампанское, фрукты, красиво, да, все. Вот так зашел вообще, так, здравствуйте. И раз, все бросил, вышел, говорит, вообще ничего не сделал, а? Ничего не сделал, а? Что это там еще торчит, гвальдика, шампанское вылит. Вы знаете, мы иногда вот как Саахов, говорю, слушай, я вообще ничего не сделал, а что происходит? Вроде жил, служил, благословлял, жертвовал. За что мне это вообще? И ты знаешь, ты сидишь, голову ломаешь, и вдруг понимаешь, ни за что, видимо. Ну, невидимо есть за что. И вот в этот момент просто все, что тебе нужно понять и доверить Богу. Понимаете? Потому что он невидимо что-то делает, это великое благословение, что он вообще тобой занимается. Вы знаете, в Библии написано, что если Бог в тебя не наказывает, не воспитывает, ты вообще никак это слово, неродной как-то это. В общем, в Библии там евреям написано, что, говорит, если ты родной сын, законный. А, незаконный сын. Если тебя не воспитывает, ты незаконный сын вообще. Вы знаете, но так как ты законный сын, а потому что Иисус умер за тебя и просто тебя снова создал. Я слышу, дорогой человек, ты не тот, который был. Когда люди сидят, меня начинают хвалить, мои старые друзья, я имею в виду. Володя, ты такой красавчик поменялся, говорю, послушайте, я не менялся, я сдох. Понимаете, как сдох? Вот в 2002 году сдох, ты посмотри, хоть похожий на этого человека. Даже внешне не похожий. Этот человек сдох давно в городе Пятигорске, могу улицу сказать, там его похоронили, прямо быстро сдох за два часа. Вошел в церковь, сдох, и вышел уже другой человек. Я не хочу с этим вообще никакого. И вот мы возвращаемся к тому, что если ты Божий человек, ты служишь, ты все, но не идет, вот не идет. Вот смотрите, что говорит, я есть им истинная виноградная лоза. Отец мой виноградарь, всякую у меня ветвь неприносящую плода, он отсекает и всякую приносящую плод, смотрите, всякую плод. Очищает, чтобы что? Принесла более плода. Другой уровень. Ты сидел, застыл здесь, послушайте меня. Я мог здесь застыть на всю жизнь. Но вы знаете, это было место этого человека. Он мог застыть Коломне, он не хотел туда приезжать. Я впервые видел, я думал, слушай, ты сумасшедший. Впервые я вижу, что человека приглашают в Сочи, не едет. Это вот ваш пастор. Вы знаете, я сколько, я уже не помню, года полтора, говорю. Он вообще впервые, когда сказал, отойди, отойди, короче, я уехал, все. Отойди от меня, Сатана. Я не мог понять, понимаете. Вот представляете сейчас, какое благословение сейчас для меня и для него. Мы оба благословлены. Знаете почему? Потому что мы оба на своих местах. И царство расширяется. И мы дружим, мы отдыхаем вместе, мы любим друг друга и радуемся. И награды получим вместе. И вот он говорит, те, которые приносят плоды, награда будет пополам. Олег Васильевич, ты не думаешь. Аллилуйя. Теперь ты скажешь, что же мне делать? Я же такая лоза, вот знаете, вот приносил, приносил плоды. А Бог на тебя смотрит, говорит, мне нужно сидеть сюда что-то. Бог приходит, на что-то смотрит, говорит, слушай, ты, Красав, чем занимаешься церкви? Ты насколько помнишь, сюда иди. Ты что, уже хочешь убежать? Ты хоть молитвой занимаешься? Знаю. Ты много отступников вернул? Знаю. Но знаете, я огромный другой план имею, ты даже не в курсе. Сейчас скажу, ты в обморок упадешь. Вот для этого, вот я заметил, вот здесь, видишь, вот белая точка здесь есть, видишь на рубашке, вот она. Я должен его срезать. Я подхожу таким, я долго запомнил это слово, как это, а секатор постоянно забываю. Вот с секатором подхожу такой, такой, а-а-а-а. Ашот такой, а-а-а-а. Потом еще вот здесь слева у тебя, вот тут еще одна белая, так, а-а-а-а. И вот знаете, вот и начинается эта боль. Вот в этот момент Ашот должен просто понять, что он хочет. Понимаете, может возроптать, может сказать, за что это, я столько служил, я жертвовал. Почему не решается мой вопрос давно? А может другой сказать, что ты хочешь от меня? Проходи, дорогой. Что ты хочешь от меня? Если ответ не приходит, что ты хочешь от меня? Вы знаете, я уверен, что Бог ответит. Иосиф, которого Бог послал в эти испытания, помните, да? Вроде мы всегда говорим, братья предали, да? Братья продали, подставила жена Патифара. Послушайте, Слово Божие говорит, Псалом 104, 18. Стеснили оговами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнило Слово его, Слово Господне испытало его. Послушайте, Слово Господне прямо сейчас испытывает тебя и меня. Каждый день и каждую минуту. Каждый день, каждую минуту. Когда говорится Слово пожертвования, ты испытываешься. Когда сидишь сейчас, обличаешься в чем-то, ты испытываешься, примешь или нет. Каждую секунду идет испытание. И вот если насколько ты быстро поддаешься внутри, понимая, что да, правда, Господь. Вот здесь я поменяюсь, здесь я поменяюсь. Вот быстро работа идет, ускоряется процесс очищения. Процесс очищения, процесс ускорения зависит от тебя. Он уже секатор взял. Но вопрос, поддаешься ты или убегаешь от него. И Бытие 45, 7, помните, когда братья испугались, что Иосиф их накажет, он сказал такие слова. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. И так не вы послали меня сюда, но Бог. Представляете, ты скажешь, как мог Бог послать тюрьму? Как мог Бог послать его, подставить в этом доме Патифара? Вы знаете, но он говорит, Бог меня послал. Почему? Потому что, Иосиф, вы знаете, куча недостатков у тебя есть. Володя, Иван, Николай, Петр, у тебя есть куча недостатков. Ты бы давным-давно уже соскочил бы, никакого плана моего не изменил бы, и весь Израиль погиб бы в голоде. Но я тебя готовил все это время, помните? Иосиф был в тюрьме, Бог был с ним. Самое главное, что ты сейчас, проходя испытания, ты чувствуешь Божье присутствие. Или нет? Ты понимаешь, что Бог с тобой... Послушайте, перед вами говорит человек, который 7 лет, вот сейчас 7 лет прошел испытания. 7 лет. 14 до 20 года. Не буду рассказывать, придете, отдельно расскажу. Там было все. Потери, удары, предательство, там было все. Единственное, за что я благодарю, что моя жена и дети всегда меня понимали. Я говорил, я должен пройти этот путь. И вы знаете, когда было очень трудно, сказал, а теперь новую церковь начинаю. Я сказал, в этом состоянии? Он сказал, да, в этом состоянии. Я взял Авраам своих детей и пошел в этот город, в совершенно новый город. И сегодня я верю, что это Божье время было в моей жизни. Почему? Потому что сегодня я вижу другого Володю. Я вижу Володю, у которого внутри нет своих желаний, личных интересов. Там есть Бог и его интересы. И есть уверенность, что все твое личное он сам решит. Там нет переживания за то, что твои дети к ним станут, потому что Бог говорит, я сам занимаюсь своими детьми. Там нет мысли, а что я буду есть, что пить, во что одеться, потому что Бог сам сказал, что я буду обеспечивать. Там есть Божье царство, а его не было. Но я в 14-м году, я думал, я такой крутой христианин, самый лучший из лучших. Жертвую, служу, езжу в города. Но вы знаете, если хотите, придете, я открою мой список в заметках, от чего избавил меня Господь. Вот такой список. Поэтому дай Богу избавить тебя от недостатка, потому что у Него есть великий план для твоей жизни. Аминь, мои дорогие. Время ожидания, это время благословения. В это время, дорогие мои, давайте будем больше брать посты и молитвы, и будем просто спрашивать, что ты хочешь от меня, от чего ты хочешь избавиться, и дайте ему вырезать. Чем больше будешь противиться, не принимать обличение от пастора, от служителей, тем больше протянется срок. Я не думаю, что Бог мог, Бог не мог раньше вытащить Иосифа, но его время пришло, когда уже время пришло. Он 7 лет был в тюрьме. Второе, что хочет Бог, Он учит нас терпению. Недостатки избавляет, учить терпению. Евреям 10.35 написано, «Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние». Скажите, великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанные. Дорогие мои, без терпения мы не сможем исполнить волю Божию, потому что всякий торопливый терпит урон. Вот слава Богу за вашего пастора. Вот серьезно, вот по поводу терпения Он всегда преуспевал. На самом деле, это великий дар. Я очень много пострадал из-за этого. Вы знаете, всегда, если когда-то торопишься, ты терпишь урон. Я сейчас смотрю иногда на себя, вообще не узнаю, откуда у меня только терпение. Вы знаете, что в испытаниях вырабатывается терпение. И Бог заинтересован нашей терпеливостью, потому что Он сам долготерпелив к нам особенно. Аминь. Иакова 1.4 говорит, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Теперь понимаете, что терпение вас делает совершенным. Кто хочет стать совершенным? Если Библия говорит об этом, это возможно, дорогие мои. Терпение делает тебя и меня совершенным, а время подготовки через терпение Бог уберет с недостатками. Потому что это идет нога об ногу. Терпение. И сегодня мы видим, что многие не выдерживают. Вы знаете, есть такое слово конец. Если человек Божий проходит какие-то испытания, ты не смотри на него с усмешкой. Думай, как же его поддержать? Потому что человек Божий проходит свое испытание, дабы получить великое воздаяние. Посмотрите, Иаков пишет про Иова. Пример злострадания и долготерпения возьмите братья мои пророков, которые поговорили именем Господнем. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова? И видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Вы понимаете, дорогие мои, что надо дождаться конца. Ты скажешь, сколько его ждать? Возвращаемся в пункт номер один. Чем быстрее будешь поддаваться, тем быстрее закончится. Да, Бог ставит сроки. Я видел это в духе. Однажды в духовном мире я увидел это видение. И Бог сказал, я подписан на бумагу, определенные годы ты должен пройти испытание. Я знаю, когда это закончить. И я уже, когда узнал это, я успокоился. До этого я очень дергался. Я просто успокоился. Я оставил все, бизнес и все. Просто ушел и начал искать лица Божьего. Я могу сказать, что я получил? Я получил видение на всю мою жизнь. Это востоило. Теперь мне не нужно что-то предлагать. Я знаю, что я буду делать всю мою жизнь. Оно все расписано. И я буду заниматься только этим. И вы знаете, что там я не увидел что-то своего. Там все Божье. Свое все просто приложение. Приложение. Оно просто будет приходить и приходить. Тебе не нужно искать своего. Бог уже приготовил все для тебя. Он имеет великую судьбу для тебя. Дорогой мой человек. Конец по-любому придет. Третье. Бог отсеивает неверных. Это плохой пункт. Да не будет этого с тобою. Вы знаете, время подготовки благословения это время, когда из народа Божьего отсеиваются люди. Вы знаете, Бог не сразу это делает. Он дает шанс. Он приходит говорить сначала тебе. Предупреждает. Может начать через жену. Скорее всего, начнет через жену. Мужья. Начинает через жену. Потом через Слово Божье. Ты так и не хочешь принять, что ты тебе вот читаешь. Ты говоришь, елки, ты не про меня. Пролистаем эту голову. Потом начинает говорить через пастора. Опять говоришь, нет, не то, эта церковь плохая. Вы знаете, как только ты начинаешь роптать, когда тебя обличают, ты знай одно. Ты на пути отсеивания из царства Божьего. Ты скажешь, нет, я тебе покажу в этой церкви сколько людей. Покажу даже тех, которые отошли, умерли. Послушайте меня, дорогие мои. Бог отсекает. Он очень терпелив. Он очень долготерпелив. Но послушайте, это жестко, но справедливо. Потому что, если человек неверный, он неверный Богу, он позорит Бога. Он неверный Богу, он не приносит плода. Послушайте, кто хочет, чтобы у его виноградники были сухие ветки? Вы знаете, у меня дома во дворе очень большой виноградник сейчас. Очень большой. Во весь двор. И вот бедный Алекс, ну, хороший Алекс, не бедный, богатый Алекс. Алекс, он постоянно подметает эти сухие ветки. Он вызывает и сжигает. Вы знаете, это напряжение грязное, вот это все сухие ветки. Потом он огонь. Я все окна закрываю. Говорит, опять сжегать сухие ветки. Надо сжигать. И вы знаете, я вижу, какой плохой запах от них идет. Вы поймите, Богу не нужны сухие ветки. Он тебе говорит, послушай, дорогой мой человек, твоя неверность приведет к тому, что ты станешь сухой веткой, и мне придется тебя отсеять. Но Бог это делает очень болеющим сердцем. В числах 14, 21 написано, жив говорит Господь, и славы Мои полна вся земля. Все, которые видели славу Мою и знамения Мои, здесь есть такие люди, которые славу Божию не видели в своей жизни. Мы все видели славу Божию. Мы видели, как Бог откуда нас вытащил. Сделанные Мною в Египте в пустыне искушали Меня уже десять раз и не слушали глаза Моего, и не увидят земли, которую я склятво обещал от самих. Все раздражавшие Меня не увидят ее. Послушайте, какой абсурд. Бог обещает тебе дать землю благословенную, а ты отрекаешься от этого. Бог сегодня говорит, послушай, будь верен Мне, я буду тебя благословлять. Живи со Мною, служи Мне. Ты говоришь, я не хочу, я отрекаюсь. Но это же абсурд, дорогие мои, это же такая глупость, потому что все благословения, источники в Боге. Послушайте, я не теоретик, я практик. Я вижу это каждый день в своей жизни, что все мои источники там. Я без Него не могу жить, без Него не могу дышать. Сегодня люди платят деньги, чтобы дышать через ИВЛ. Послушайте, я без Него не могу жить с одной женщиной, я не могу просто любить, не могу прощать, не могу ничего. И вот я беру и вот неверный к источнику. То есть, есть единственный источник, который ты можешь прийти, вот не хватает любви. Попил, знаете, когда жажда, вот жару, о, источник, опа, открываешься, вдруг жена превращается в вообще красавицу. Это ты? Понимаешь, что вдруг ты открываешь глаза и ты ему говоришь, какой я глупый, я не мог человека простить. Ну-ка, дай трубку, брат, прости меня, слушай, такая глупость, уже месяц напряжения нахожусь. Прости меня, идиота, ты что, не хочешь, приду ноги тебе помою. Послушайте, мне нужно прощение, мне нужно, чтобы Бог меня прощал. А в Библии написано, что если ты не будешь прощать, тебя не простят. Грехи будут оставаться, грехи будут оставаться, будет приходить самоосуждение, самоосуждение будет приходить, будешь отдаляться от Господа, потом от церкви, один момент отсекешься, и это не Бог прямо приходит, это ты сам, своим неверием, можешь отойти от Бога. Но это происходит, моему сожалению. В Откровении 22, 11 также написано, что неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернется, праведный дотворит правду еще, святый досвящается еще. Слушайте, помните, что я хочу, чтобы вы понимали, что я и ты понимали, что какой бы ты помазанный, перемазанный не был, да, ты можешь отсечься от Бога. Эти примеры нам не просто так оставлены. Один из апостолов, Иуда, Саул, которого написано, Бог сам избрал и поставил. Помните, Бог избрал его. И вот об этом Сауле написано, когда он согрешил, он что, все, что он сделал, он не дождался конца. Послушайте, надо дождаться. Мои дорогие, это самое великое качество ожидания, терпеливое ожидание, которое тебе им не нужно. Он говорит, Самуил сказал, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. У него было свое время, понимаете? Филистимляне же собрались в Мехмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне, в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решил сопринести всезажение. Дорогой мой человек, после этого он был отсечен навсегда. Сегодня Иисус, возможно, был бы Иисусом, сыном Сауловым. Потому что Самуил говорит, если ты был бы послушен, твое царство никогда от тебя не отреклось бы, никогда не отсеклось бы. Поэтому, пожалуйста, бодрствуйте. Пусть никто, самый стоящийся твердо, не говорят, я крутой, я буду стоять. Падали еще такие люди. Поэтому очень важно, дорогие мои, быть верным, чтобы никогда не упасть. Сегодня братья встретил, Пашу, Ивана Кнурова, Диму. Я вижу верных людей, знаете, вот я хочу их просто обнять, поцеловать. Когда я включаю видео, вижу рядом с пастором Маликом верные люди. Это такое благословение. Самая страшная вещь – это неверность. Послушайте, я неверными людьми не могу общаться. Вот я всем сказал, кто не верен Богу, кто не близко ходит, пожалуйста, я вас люблю, но ко мне близко не подходить. Вот просто я начинаю раздражаться. Я не могу рядом с неверными людьми быть. Послушайте, Иисус поэтому отсекал этих людей. Он говорит, развернитесь, уходите. Апостол, а вы как? Не-не-не, мы не пойдем. Ну пошли тогда. Помните, да? Он не искал толпы. Послушайте, нам не нужны толпы. Один верный человек может тысячи людей привезти в Царство Божие. Нам не нужны толпы, нам нужны верные люди. Богу нужны верные. Послушайте, я в конце скажу вообще, что делает с вами Бог. К чему готовит. У вас просто волосы дыбом встанут. Мы настолько умолили вообще свое христианство, свое сыновство Бога, Его Царство, Вселенную. Послушайте, Бог нас создал великими. Скажи, аминь на это. Это время надо делать две вещи, дорогие мои. Это время нам надо делать две вещи, пока ты ждешь. Это первое. Всегда молиться и прославлять Бога, как никогда. Когда ты терпишь, когда тебе трудно. Вот самая большая ошибка на протяжении 18 лет, я вижу у людей христиан, они прекращают молиться. Это маразм какой-то. Ты ждешь. Ты понимаешь, что Бог тебе нужен. И ты прекращаешь молиться, дорогой мой человек. Это самое такое время, что ты должен больше молиться. У меня за эти 7 лет мои молитвы, они настолько умножились в разы. Это присутствие вхождения Божье. Это не просто тараторить. Послушайте, я вам хочу открыть один секрет. Возможно, вам сейчас неизвестно было это. Служение Богу вообще, чтобы вы понимали. Вот вы кормите голодных, да, Олег Васильевич? Еще что делаете? Людям проповедуете, помогаете дедушкам, бабушкам. Это служение Богу? Это не служение Богу. Это знаете что? Это служение людям. Служение людям. Ты скажешь, а что служение Богу? Служение Богу, это когда ты входишь в святое святых, берешь это драгоценное время свое, поклоняешься перед присутствием Его, молишься, прославляешь Его. В этот момент, именно в этот момент, ты служишь самому Богу. Именно в этот момент. Все остальное время ты скажешь, я что, не служу Богу? Служишь Богу, потому что все эти люди его дети. Понятно, что ты служишь Богу. Но, грубо говоря, ты служа моим детям, ты служишь мне, потому что меня уважаешь. Но когда ты меня лично служишь, это ты мне лично служишь. И это время молитвы и прославления Богу. Ты должен входить в это присутствия, как никогда. Это самое важное время. Ты там можешь рыдать, ты там можешь, что хочешь делать, открывать сердце перед Богом, поклоняться, и, конечно же, что-то попросить, сказать Господь. Вот в этом присутствии я стою. Я понимаю, что я прохожу испытания. Ты меня готовишь к благословениям. Что мне не так? Вот этот момент очень важен, дорогой мой человек. Без этого ты никогда не выйдешь из этой ямы. Никогда. Аминь, дорогие мои. Деяние 1, 4, 5. Знаете, мы видим такая ситуация. Апостолы, которые были рядом, Иисус, все хорошо. И вдруг Иисус уходит. И они такие растерянные все. Когда пришел Иисус и говорит, собрал их, он поверил им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. Представляете, растерянные апостолы, все распяли, они в шоке. Он воскрес и опять уходит. Но остался он уже с нами. Что они делали? Послушайте, они были, скорее всего, в каком-то страхе, потому что фарисеи гнали их тогда, да? И они пошли ждать Духа Святого. Иисус сказал там несколько дней, да? Но продлилось 10 дней. Вы вообще представляете, 120 евреев в горнице сидят 10 дней вместе. Продолжение следует...